Завершающий уходящий год, 23-е заседание Совета депутатов Ленинского района, состоялось в минувшую среду. На нем подвели некоторые итоги 2014 года. Одним из важных председатель Совета назвал принятие бюджета и обозначил ряд первостепенных задач на будущее. Подробности в нашем первом сюжете. Очередное заседание народных избранников началось с вопросов о внесении изменений в бюджет района на текущие и наступающие годы и плановый период до 2017 года. Докладывала Татьяна Макушкина, начальник финансового управления. Было предложено увеличить доходы на 2014 год на сумму почти в 103,5 миллиона рублей, а расходы на 24 миллиона 987 тысяч. Разницу между доходами и расходами направить на уменьшение бюджетного дефицита. Уважаемые депутаты, проектом и решением предлагается увеличить доходы бюджета Ленинского муниципального района на 2015 год на 226 миллионов 463,7 тысяч рублей и увеличить расходы на сумму 40 миллионов 784 тысяч рублей. Изменения доходов происходят в 2016 и 2017 годах планового периода. Указанное решение было подготовлено во исполнении требований бюджетного кодекса Российской Федерации новых правил, вступающих в силу с 1 января 2015 года. И законы Московской области о внесении изменений в закон о бюджете региона на период 2015-2017 годы. Депутаты единодушно приняли данные изменения бюджета района. Также народные избранники проголосовали за создание муниципального дорожного фонда. Это позволит сохранить единую сформированную и отлаженную систему дорожно-мостового хозяйства муниципалитета, качественно содержать и своевременно ремонтировать автодороги местного значения, контролировать их сохранность в границах населенных пунктов. В ходе заседания обсуждалась передача отдельных полномочий поселений в район. Так, администрация городского поселения Видное приняла решение передать в район полномочия по организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также водоотведения. Из собственности района, напротив, было выведено недвижимое и движимое имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в пользу городского поселения Горки-Ленинские. В 2015 году это поселение будет само исполнять данные полномочия. В завершение заседания выступил председатель Совета депутатов Валерий Венцель, который подвел некоторые итоги уходящего года. Самое важное – принятие бюджета района и внесение в него поправок, что позволит уверенно чувствовать себя даже в непростых экономических условиях. Мы четко понимаем, что та дотационность, которая сейчас присуща всем муниципальным образованиям Московской области, это, естественно, конечно же, не говорит о том, что мы теперь ходим с протянутой рукой. Нет, у нас есть хорошие перспективы, хорошие заделы. Я уверен, что мы достаточно уверенно будем себя чувствовать в 2015 году. Среди перспективных планов на 2015 год – выборы главы района. Андрей Юрьевич Воробьев, наш губернатор, заявил на Высшем совете о том, что выборы состоятся, в частности, и по Ленинскому району, и будет избран профессиональный и грамотный специалист на должность главы Ленинского муниципального района. Я так понимаю, что это перспектива уже ближайшего 3-4 месяцев. Валерий Венцель выразил уверенность, что эти выборы пройдут успешно.